Всем привет! Снова Любовь и Роман. Мы находимся в Дельфиде, между Анталией и Миром. Отдыхаем в отеле Марин Три Звезды. И в одном из выпусков говорили о том, что наши родственники ездили в хамам. В гостинице есть хамам, он стоит 10 долларов. Они поехали с экскурсией, взяли у гидов. И там стоила поездка 20 долларов. Все им понравилось, все было хорошо. Наверное, часа 3 или 4 не было. Но дополнительно им предложили еще процедуры, причем достаточно настойчиво. Мой дядя потратил еще 50 долларов за какой-то массаж. Стали говорить о том, что в дальнейшем могут быть разные заболевания, поэтому это необходимо. А маме предлагали какую-то процедуру за 100 долларов. Но у нее не было с собой, поэтому оделась легким успехом. Будьте аккуратны. Если вы не планируете тратить столько денег, то старайтесь не поддаваться на налоры. Также хочу рассказать о том, что вчера мы ходили в магазин, хотели купить обувь. И был не очень приятный случай, потому что выбрав обувь, раньше другой продавец говорил, что у них есть возможность купить по карте банковской. Когда мы на следующий день пришли, стали убирать обувь, другой продавец сказал, что мы, видимо, хозяин, что такой возможности нет. И, соответственно, предложил нам пойти в банкомат, он здесь тоже недалеко, и снять деньги, чтобы была на линии карты. При этом он нам сделал скипку для дарьевых. У нас стоит. Мы покупали 4 пары на обувь. Я уже раньше говорила, что кожа на обувь здесь достаточно недорогая, 2-3 тысячи рублей. Это в Питере вы такой не найдете. Очень хорошая, легкая. Ну, посмотрим, как она будет носиться. Поэтому не купить мы просто не могли. Пошли в банкомат. И хорошо, что рядом стояли 2 женщины и 1 мужчина. И Рома спросил у них, работает ли банкомат, потому что что-то произошло, видно было по их лицам. Одна женщина сказала, что у нее не получилось снять деньги, банкомат не работает. А другая сказала, что банкомат снял деньги, ну, показал, что сняты деньги с ее карты, но деньги не выдают. Это был Денис Банк. Вообще, одна наша знакомая говорила, что там можно снимать без комиссии. Ну, нам не удалось проверить, как вы понимаете, мы побоялись снимать деньги. В итоге пришли в магазин, сказали продавцу, что нет такой возможности. Либо мы покупаем по карте, либо тогда мы вообще уходим без покупки. Он, видно было, что расстроился, сказал, что у них, конечно, есть этот терминал, но он плохо работает через раз. Понятно, что он работал, просто он не хотел проводить операцию по банковской карте. И в итоге он выдаст, естественно, аппарат. Провели операцию эту банковскую, все получилось. Но, видимо, из-за того, что с них снимается какая-то комиссия, порядка 15 долларов получилась. Комиссия, которую он скинул в покупке. Ну, видимо, из-за этого они не хотят потолочить деньги через банк. Ну, в итоге все, вопрос уже решился. Еще хотела сказать, что вчера мы посещали рынок, был понедельник. И вот можно увидеть здесь арку, где как раз располагались различные палатки. И если вы хотите что-то себе купить из продуктов, маленькое масло, фрукты какие-то, одежду, текстиль, даже часы, конфеты, там все продается и достаточно приемлемые цены. Недорого по сравнению с тем, что найдете в магазинах или на экскурсиях. Так что желательно посетить этот рынок. Не закупайте какие-то товары заранее в магазине. Лучше посетите его здесь. И еще хочу сказать про то, что сегодня мы уезжаем, но у нас поздний выезд. В гостинице есть объявление, что прям висит табличка, что если поздний выезд, за продление номера с каждого человека оплачивается 15 долларов. Эта информация неверна, потому что мы спрашивали у гида, ну, 30 долларов платить за номер, это, ну, как-то, дороговато. У нас 4 человека платить 60 долларов, ну, это нереально. И гид нам говорил, от нашей компании, которым покупали путевку, что номер стоит 15-20 долларов. И мы пропили за 20 долларов один номер. Там останемся в четвером до вечера. Так что будьте аккуратны, внимательны. Сейчас мы идем на пляж. В дальнейшем тоже расскажу вам о нашей экскурсии по Попоколе. На пляж мы сегодня идем опять на Тихий. И будет дорога немножко проще. В прошлый раз мы шли дальше через туннель заброшенный. Это надо было подняться в гору. Потом достаточно крутой спуск в горы. А сейчас мы попадем вдоль речки. Это не нужно никаких подъемов совершать. Просто мы пройдем по пряду. Всем пока. Мы пошли отдыхать, загорать, плавать. У нас последний день. Будем этим пользоваться. Подписывайтесь на наши страницы. Они будут везде. И также увидите там фотографии. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok